Я всех приветствую на своем канале. Сегодня рассказ пойдет о том, как летом 2019 года я ездил на море, ездил в Сочи, провел там месяц июль и планировал заниматься ловлей диких раёв пчёл. Взял с собой необходимый инструмент, небольшой карманный инструмент и прибыть на место я сразу начал осматриваться, думать как и что я здесь буду делать по ловле пчёл. Места были мне знакомые. В первую очередь это море, горы, реки, лес с сильными деревьями. Природа очень разнообразная. С другой стороны лес превалирует в этих местах, где я был. Пчёлка работает только на просеках, если это за городом. Места очень сильно пересечены линиями электропередач, под которыми вырублены просеки и пчёлки есть где работать. В городе понятно, что она работает на цветах, как правило. Я стал осматриваться, в первую очередь установить ловушку как можно ближе, непосредственно в городе. Нашел такое дерево, тополь, высота небольшая. Очень удобно, когда ловушка стоит рядом с местом, где ты живёшь. То есть всё время можно её контролировать, что я и делал. То есть она расположена рядом с дорогой. Я проходил мимо и мог смотреть. Если был лёд, значит рой зашёл. Лёда не было, я ничего не поймал. Карта. Вот в центре города находится ловушка номер один, которую я только что показал. Здесь я пошёл по дороге вверх. Самая верхняя ловушка, ловушка номер шесть или ловушка номер тринадцать, они установлены на расстоянии где-то пять километров от города. Вторая ловушка, вот по дороге я поднялся вверх и установил её на Липушки. Место ещё интересное, озеро. Здесь третья ловушка. Четвёртую ловушку я где-то потерял. И по этому направлению вот было установлено около пяти-шести ловушек. Эта ловушка на Липе. Проверяю одну из ловушек. Здесь уж вы меня простите, пошла некоторая путаница с ловушками. Эта ловушка, если не ошибаюсь, установлена на грабе. Видно вот лиана рядом. Это озеро опять возвращаемся. Здесь вот заметил, что пчёлка собирает падь. Интересно, почему она работает по паде, а не по цветущим растениям не собирает нектар, пыльца, обножка. Ну, заметил вот такое. Для меня это интересно. Я первый раз вот увидел, как собирает пчела падь. Это тис ягодный негниющий. Это озеро. Поразили эти деревья. Здесь ключевое слово негниющий. В этих местах строят в основном из камня. Но есть вот такое дерево. Был я в самшитовой роще. Огромные площади. Конечно, требует большого ухода, затрат, сил. Вот это, на мой взгляд, прямо дерево номер один. Вот этот тиск. Причём на нём можно было установить ловушку. Но всё-таки вокруг было много людей. Постоянно там находятся люди. Я не стал устанавливать на неё ловушку. Но вот это дерево, дерево для меня вот показалось таким самым, самым сильным. В хорошем месте, в открытом. Но установить я на нём не смог. Это опять лес наверху. Вот стоит ловушка. Это вот одна из ловушек либо 6, либо номер 13 наверху в горах. Стоит она рядом поблизости деревни. Здесь много муравьёв. И в Сочи непрошенными гостями в ловушках являются муравьи. Вот интересно, когда муравьи заняли ловушку, пчела сможет туда зайти, не сможет. Тут такой вопрос. Сможет ли пчела прогнать муравьёв? Не знаю. Это наверху всё. Такие места здесь. Видно, что когда идут обильные дожди, дожди здесь идут часто, всё это наполняется потоками воды. Это вот наверху ловушка. Она уже установлена на границе с деревней. То есть здесь идёт просвет. Направлена она в сторону деревни, где открытый участок. Цветущие деревья есть. Ну понятно, что весеннее цветение садов прошло. Ну вот установил ловушку. Опять невысоко. Здесь такая особенность, что, как правило, все ловушки были установлены невысоко. У меня получилась такая интересная ситуация, что я познакомился с местным жителем, который заметил, что я лазаю по деревьям. Подошёл ко мне, спросил, ты что устанавливаешь ловушки? Видите, мы с ним некоторое время пробили вместе, устанавливая ловушки. Вот он мне помогал снимать. Здесь я ещё ездил в очень интересное место. Это дольмены. Вот такая природа. Камни. Гнездо человеческое. Съездишь сюда на дольмены. Нарождается ребёночек после посещения этих мест. Как-то я заметил такую связь. Вот он, дольмен. Природа, да. Опять обращаясь к природе. Бамбук. Очень интересный природный материал. Мне кажется, жить в таких местах, любоваться природой. Ловушка по дороге, по этому направлению. То есть я сейчас показываю одно направление. Это дорога в горы. Да, вот сюда, держи неподвижную. Я сейчас просто подлежу сюда. Я, естественно, проверяю, что это как-то не пистит. Да, тут вот этот. Здесь сорняк, это тут вообще. Я, кстати, здесь где-то множество броней. Да. Кстати, где-то ножик обронил. Я тут внимательно посмотрю. Не могу ничего не было. Вот здесь у меня палка установлена. Слушай, а вот этих выкушает ветер? А, этих. Посмотри, как она у меня висит крепко. Да, я её сейчас ещё подкручу. Я её сейчас подкручу. Вот я её подкрутил, потому что картон деформировал. Вот. Я проверяю. Вот здесь на солнце опероя уже нет. Ну, высох, ладно, бог с ним. Смотри, какой подлёд. Всё чисто, открыто. Но если бы ещё силы были туда залезть, хорошая ножовка, я бы ещё две-три веточки, пусть простит меня прекрасная природа, я бы спилил, чтобы они хорошо зашли прям напрямую. Вот и всё, вот она. Видно, дожди прошли. Я вот её проверяю ещё, видишь, она твёрдая. Когда картон промокнет, он мягкий, всё, её выкидывает. Ну, не выкидывай, снимай, просушивай. Картон меняет, полиэтилен меняет. Дно МДС, вот оно. Вот прилёдочка, всё для охраны. Ну, кстати, вот здесь муравьи лазят, но они сюда не залезли, почему? Ну, всё, запоминай, проверишь. Каждую неделю проверяй. А можешь и через месяц. У тебя она будет, если прилетит, будет полная сушность. Мы разберём с тобой. Ой, если сегодня до озера дойдём, мы можем прям, я тебе на озере отдам ловушку. И ты можешь это разобрать, я при тебе разберу и покажу, что там внутри. Я тебе покажу, что 8 саморезов надо. Лианы. Необычное растение, но всё-таки хрупкое. Я, кстати, набрал себе образцов, ну, заготовок деревьев. Это пробковый, дуб пробковый. Тоже интересное дерево. А это кора с пробкового дуба. Ничего вам не напоминает? Никакие ассоциации? Я задумался, то есть сердцевина, древесина сгнила, а кора осталась. А как же её можно использовать? Вот он вместо картона. Не промокнет, не сгниёт, не заплесневеет. Дальше по направлению. Опять по карте. Это озеро. И ухожу. На 3 километра я ушёл вправо по карте. Здесь ежевика. И нашёл поле. Пчёлка. Пчёлка на поле по цветочкам летала. Несколько домов стояло на окраине поля. И здесь огромная просека. Вообще местность очень сильно пересечена линиями электропередач. Вот очередная ловушка. Невысоко. Это уже... Я её снимаю. Потому что дело подходило к концу. Дождило. Месяц я был. Ну, дней 7-8 дождило. Снимаю. Передать ловушку. Чтобы человек уже сам повесил. Где ему удобно будет проверять ловушку. Чтобы не ездил далеко. Не мотался. Ловил рядом с тем местом, где живёт. Но с другой стороны. Чем больше ловушек. И чем дальше они друг от друга расставлены. Тем больше шансов поймать. И вообще я задумался, что места довольно-таки сырые. И на мой взгляд. Здесь бы керамическую ловушку. Керамика. Мне кажется, хорошо бы держала удар в этих местах. Это ловушка на просеке. Она установлена тоже с земли. Это ловушка очередная на тополе. И нашёл пасеку. И естественно, две ловушки я установил вокруг пасеки. Одну ловушку я установил на камнях. Вот она. Сейчас я вам её покажу. И через несколько дней она была изгрызана собаками. А это вторая ловушка. Уже непосредственно в метрах в двухстах от пасеки. Здесь поселились мураши. В этой ловушке. Помогают мне снимать. Да, вот говорю, что рыжие муравьи его предлагаю снять. Но я понимаю, что всё-таки тяжело опять где-то искать место. Устанавливать ловушку. Здесь вот хороший подлёт в сторону пасеки. Но с другой стороны я понял, что всё-таки слишком близко с пасекой не зайдут сюда пчёлы. Чтобы не мешать своей же семье, они уходят как минимум километр от пасеки. И там заводят себе новое жильё. Это у нас следующее направление. Это каньон. Это километров восемь. Уже, если ориентироваться по карте, уходим на запад. То есть уходим налево. Километров восемь по дороге. Поднимался в горы. И здесь вот такие каньоны. Лес более-менее приводит место в порядок. Одно время было очень скользко, очень опасно. Опыта у меня ещё тогда не было. Я ездил простым туристом в эти места. Сейчас уже всё-таки, если собираешься посетить горы, то соответствующая обувь трекинговая и техника безопасности. Потому что здесь на самом деле вроде бы каньон, платный вход, но идёшь по краю. Дожди, скользко, сыро, мох. Можно сорваться, получить травму. Люди купаются, вода ледяная. Населённый пункт. И где-то, буквально, может быть, километр лес вдоль дороги. Здесь я только смог установить две ловушки. На расстоянии метров 300-400. Опять поражает природа, горы, реки. Продолжение следует... Вот такие деревья. Мох, сырость. Вот ловушка. Одна ловушка в этих местах на грабе. Опять, если я не ошибаюсь. Я говорю, что изготовил 13 ловушек. Карту нарисовал. Но я их переставлял. Поэтому у меня уже и пошла такая путаница. Какие-то ловушки остались. Я их передал. Показал все места. Передал карту тоже, где стоят эти ловушки. Уже без меня человек ездил, смотрел ловушки. То есть, он знает все ловушки, которые остались. Некоторые ловушки я снял и передал ему, чтобы он уже повесил на своё усмотрение. Где ему это будет удобно, чтобы он мог с ними работать. Эта ловушка на дубе. Рядом вишня растёт. Вот я с помощью вишни. Причём она очень тонкий кустик. Тонкий ствол. Довольно-таки прочная древесина. Прочное растение вишни. Вот с помощью него забираюсь на дуб. Проверяю ловушку. В первую очередь, всегда прощупывается картон. Если ловушка отсырела, пришла в негодность, картон проминается. А эта ловушка опять рядом с городом. Установил её в лесу в глубоком. Но там хороший просвет. Сейчас я его покажу. Вот просвет. Вот слышно трасса вдоль моря. Шумит. Вот ловушка. Но подлёт есть. И если бы рой пошёл, он залетел. Цветные реки, дожди, глина, суглина. И вода окрашивается. Вот таким образом опять вот окинуть карту. Сколько направлений было. По которым я устанавливал ловушки. Море. И возвращение домой. Уже поля пожелтели. Вот таким образом такой обзор. Смотрите дальнейшие видео. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.